Добро пожаловать в инфосферу! Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Часливчик». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. ВИП 2016 года Любовь? Серьёзные отношения? Ответственность? Семья? Закоренилый холостяк Трэвис, Паркер считает, что всё это не для него. У него есть отличная работа и верные друзья. Он увлекается охотой, рыбалкой, занимается экстремальными видами спорта и избегает серьёзных отношений. Но не родился на свет ещё тот человек, которому удалось бы уйти от настоящей любви. Когда в доме по соседству поселяется тихая и замкнутая Габи, жизнь Трэвиса меняется. Дальняя дорога 2015 года Люк – экс-чемпион Парадео, раздумывающий над возвращением в спорт. София – выпускница колледжа, получившая заманчивое предложение о работе в сфере искусства в Нью-Йорке. В то время как молодые люди пытаются сделать нелёгкий выбор между чувствами и мечтами, жизнь сталкивает их со стариком Айрой. Воспоминания нового друга о его полувековых отношениях с женой вдохновляют Софию и Люка на главные решения в их жизни. Два поколения, две истории, вечная любовь. Лучшее мне 2014 года История о двух бывших возлюбленных подростках. Никто из них не жил жизнью, которую они представляли, и никто не может забыть страстную первую любовь, которая изменила всю их жизнь. И вот обоих зовут на похороны их наставника, который когда-то дал им приют. Тихая гавань 2013 года Кэти много лет страдала от жестокости мужа. Потеряв надежду на спасение, она совершила отчаянный побег и обрела тихую гавань в маленьком спокойном южном городке. Но готова ли Кэти к новым отношениям? Способна ли вновь поверить мужчине, понять его и полюбить? Даже если речь идёт о таком обаятельном человеке, как молодой вдовец Алекс Уитли. Богой Джон 2010 года Юная Саванна и солдат американской армии Джон нежно любят друг друга, выражая свои чувства в письмах, которые для Джона – единственный источник радости и надежды на непрекращающейся войне. Для Джона существует понятие «долг», которое вынуждает его остаться в армии после событий 11 сентября, мешая ему исполнить обещание вернуться и жениться на девушке. Это решение отдаляет их друг от друга, и письма от Саванны приходят всё реже и реже. Двойная жизнь Чарли Санклауда Чарли Санклауд живёт в тихом городке. Он преуспевает в спорте и готовится к учёбе в престижном университете. Но случается трагедия. В аварии погибает его младший брат Сэм, и жизнь Чарли меняется. Он винит себя в случившемся. Прошлое не даёт ему покоя. Спустя пять лет после трагедии в город возвращается бывшая одноклассница Чарли – Тесс. Она готовится в одиночку совершить кругосветное путешествие и каждый день выходит в море. Чарли влюбляется в Тесс. Он полон сомнений. Что важнее – прошлое, брат, которым он так дорожит, или новые чувства, способные излечить его душу? Последняя песня 2010 года. Жизнь 17-летней Вероники Миллер переворачивается вверх тормашками, когда её родители разводятся, и отец перебирается в город Вилмингтон, Нью-Йорк. Это было три года назад, но её злость не проходит, и девушка очуждает себя от родителей, особенно от отца. Несмотря на это, она против своей воли едет к нему на лето, но их отношения по-прежнему оставляют желать лучшего. Папа Вероники – бывший пианист и учитель, проживающий спокойную жизнь в прибрежном городке. Теперь он работает над созданием картины, которую выставляет в местной церкви. Пытаясь наладить контакт с дочерью, родитель прибегает к помощи музыки и к единственному с Вероникой общему интересу. Братья 2009 года Два брата, они так не похожи друг на друга. Старший Сэм – бравый офицер, любящий муж и отец. А младший Томми – мечется по жизни, словно ходит по лезвию бритвы. Уезжая добровольцем на войну в Афганистан, Сэм просит Томми позаботиться о детях и жене Грейс. Проходит время, от Сэма нет вестей. Его считают без вести пропавшим. Томми как может утешает Грейс. Незаметно между ними вспыхивает чувство. Дневник памяти 2004 года Трогательная история любви, прочитанная пожилым мужчиной из старой записной книжки «Женщине в доме престарелых». Это история отношений юноши и девушки из разных социальных слоев, живущих в Северной Каролине. Ной и Элли провели вместе незабываемое лето, пока их не разделили в начале родители, а затем Вторая мировая война. После войны все изменилось. Элли обручилась с удачливым бизнесменом, а Ной жил наедине со своими воспоминаниями в старинном доме, который ему удалось отреставрировать. Когда Элли прочла об этом в местной газете, она поняла, ей нужно найти его и решить, наконец, судьбу их любви. Лэндон Картер – кумир своей школы. Он независим, красив и жесток и сгоем. И, конечно, он не замечает невзрачную Джейми, думающую только об учебе. После очередной дурацкой выходки Картера заставляют заниматься со стоющими и играть в школьном спектакле. Тут уж ему не обойтись без помощи скромной отличницы. Джейми соглашается помочь Лэндону, но только если он пообещает, что не будет влюбляться в нее. Самонадеянный парень охотно дает клятву, но вскоре он убедился, что сдержать ее будет очень непросто. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok